Брэмес ничем Левый защитник Герой чемпионата мира в Италии Хёстлер Да, с трудом Я думаю, сегодня придется Сдерживать атаки немецкой команды Шотландским защитникам Потому что поле здесь В Нарчокинге широкое довольно Ну, в пределах правил А в правилах 20 на 20 минут Поэтому здесь вот широкое Да, игра на флангах Немцам всегда удавалось хорошо И первый штрафной Ну, поэтому шотландцы Пока не были ни чемпионами мира Ни чемпионами Европы Были выдающиеся игроки И вот Пас Как прекрасно сыграл сейчас Вот умение играть на втором этаже Прекрасно Гарри МакКеллистер подает Да, во всяком случае Вот эти угловые И штрафы заставят поволноваться И голкипера немецкой команды И защитников Андрей Мерлер Седьмой номер Ну вот еще раз посмотрите Освободился От опекуна Получил возможность для удара И пробил Вот этой финальной части Но, к счастью, уже И во втором матче В воротах сборной шотланды Очень хорошо на перехвате Сыграно было МакГол, 10-й номер Сангиб получает мяч Какая опасная передача Клинсман буквально летел Двух вольт Если немецкая сборная Предпочитает играть Со свободным центральным защитным Ахенберг на ваших экранах Играет за Бавари Пять человек Вот только в этом составе Исейск В итальянском футболе Время Барамедов Клинсман Клинсман Это уже отметил Всего 10 игр На разных уровнях Это официальные матчи Три матча выиграли шотландцы Три команды Германии В европейских чемпионатах До этой встречи не встречались В чемпионатах мира Трижды Хороший пас Выход один на один Удар Больше зон Даже в эти первые 9 минут Больше свободных зон Для развития атаки Оживление Среди болельщиков Шотландцев Хорошо перекрывает Корпусу мяч Пас вдоль ворот Клинсман Промахивается Никого не было Возле Клинсмана Среди болельщиков Играет за итальянский Интер Его надо оставить Только ради того Чтоб он Бросал мяч За боковой Я думаю Мы это еще С вами сегодня увидим Бросать Три минуты В первом тайме Счет пока не открыт 0-0 Ну я имею ввиду Счет открытым мячам Скрытым голам Бреме Бреме вводит мяч в игру Клинсман Хотлер Хотлер Но он выискивал Кому же уже сделать Точную выигранную передачу Сыграть до верного Как говорят Техника И прекрасно Обыгрывает Мелпэн По штрафную Под удар Уже поздно Макаллистер Попытается обыграть Бремя Нет Он решил с партнером сыграть А вы его Вице-президент Макгол Десятый номер Он находился Со спиной Эхенберга Макаллистер 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 сборной германии уже столько было моментов за команду кельна вообще 7 клубах в своих стран стран которые они представляют вот и сыграно в первом тайме впереди сборная германии, счет открыл Ридли бухлый толкал спину кельнер 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 а Ридли устремился успеет кельнер 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 На равных ведет соперничество со сборной Германии, но немцы. Ридли. Да, все в пределах правил. Гигутов пока читает прекрасно все ситуации. Капсу с мячом. Штрафной. Вот эти мелкие фолы в центре поля, они всегда сбивают атаку. И арбитр должен усмотреть, умышленно они сделаны или нет. Стопился Мюллер. Правда, вы знаете, Хёстлер не прав, ведь командует тот, кто с мячом. Мюллер... Выгоды для своей команды никакой. Эйфенберг. Да, немцы стали чувствовать себя, знаете, так вольготно. Хёстлер в ногу сыграл Маккола. Для оживления ситуации хотелось бы, конечно, чтобы шотландцы забили один мяч. СНГ. Мы играем с шотландцами третьей мяч. Сегодня мы играем с голландцами. На Келлистер подает. В очередной раз выиграл дуэль на втором этаже. Спас Илгнер свою команду. Это аплодисменты шотландцам. Вполне заслуженные. Прекрасные две атаки они сейчас провели. Макколистр справа фланга будет подавать. Гав выигрывает и необорство. И его укладывает Эйфенберг. Нет, это был Суммер. Суммер укладывал. Нет, Клинсман даже. И в опеку дом должен был быть Папен, как ни странно. Дневней игры не было сейчас. Опять не получилось. Но близкий шотландцам к тому, что он добит. Аут. Ну где Дюри? Дюри. А ведь он ушел. Его заменил. Невин вывел его. Рисковал. Видим, Эрискнул изграть Клинсмана. Пока прошло. Мяч уже шотлой. Невин. Почему Невин не подает шотлой площадку? На левом фланге получает мяч. Бухвальт. Гвида Бухвальт очень точно отбивает. Шотландцам не только не хватает везения, но и мастерства, мне кажется. Ну вот сейчас что будет? Трудом. Эпенберг выбил мяч на угловой. Мастерства завершающего удара. Вот чего не хватает. Эпенберг бороться всем за мяч. Устали. Много уже силы взяли футболисты. Все-таки. Мак-Элистер подал. Невин. Холер отбил гафу. Он выигрывает в воздухе. Сейчас специально... Посмотри, какой рост гафа. А Риддль уже сейчас вступил в борьбу. Рукою, рукой клинкнул сыграл. Более того, надо бы и карточку ему показать за умышленную игру. Вот посмотрите. Ну, готов ограничился замечанием. По штрафу. Эпенберг. Мимо ворот. Линии вне игры. Но красивый момент. Мощная прострельная передача. И там прыгает на мяч Риддли. Но он уже встанет. Нападающего. А вот сейчас режиссер сообщил мне в наушнике, что повторяется ситуация с пенальти. Вот посмотрите еще раз, как все это было. Ну, сообщил не только мне, а всем тем комментаторам, которые работают. Вот по штрафную. Элистер Мак-Койст ушел. 14 номер. Кевин. Кевин. Прекрасный удар с хода. Но я бы еще ответил все-таки. Ройтер играет на привычном для себя месте. В правой зоне. Там где-то в роли полузащитника, защитника. Сейчас за команду Нарчопинга играет. Высшей лиги шведского футбола. Евгений Кузнецов. Очередно угловой. Получили на него право шотландские футболисты. 0-2 они проигрывают в сборной Германии. Но близки. Вы знаете, много симпатий. Здесь, я думаю, на стадионе пользу. На стороне 15. Напомню, в первом тайме счет от Фил Ридли. А во втором удвоил Эффенберг. Не с помощью защитника. Срикошетил мяч, изменил направление. Но, естественно, в такой ситуации всегда записывается гол на счет того футболиста, который бил по мячу. Феллер в первой игре был потерян. Ройтер во второй. Руди Феллер. Форвард. В матче со сборной СНГ. Штрафной. Восьмой номер это Сэвид Баккерсон. Ну, а девятнадцатый Шульц. Саммеров раньше, чем Невин. Время перешел играть на место правого защитника. Вместо Ройтера. А на месте левого полузащитника. Здесь Сэвид Шульц. Очень хорошая атака Макаллистер. Его сбивает. Маккини. Теперь Невин. Угловой. Мяч в сторону ворот. Но партнеры не поддерживают. Вот посмотрите. В высоком прыжке защитник. И Клинсман знает их. И вся команда немецкая, знаешь, ждет на угловой. И передача ему следует от Макаллистера. Довольно точная. Но ничего Клинсман не может, не может помешать. Какая ошибка. Ворота пустые. Мюллер. Саннер. Шульц забирает ход на левом фланге. И теперь... Гафф побежал за мячом. Взял его. 0-2 сборной Шотландии проигрывает немецкой команде. Клинсман все время в обороне. Вот сейчас и стенки. Нет, это Гафф. Вот это Гафф. Ричард Гафф. Главное замену-то больше нельзя проводить. Играть еще. Только Илгнер сейчас был против шотландской сборной. И он спас свою команду. Вновь атака. Да, если шотландцы сейчас забьют, то последние минуты пройдут. Но не забивает. Не хватает. Саннер шестнадцатый номер. Тут карточки. Хёстлер. Опередил защитника. Но теперь защитник хорошо сыграл. Максерсон. А карточки-то накапливаются. После двух придется пропускать матч. Но у Хёстлера это первое. Эшелоне атаки двигался. Вот в данной ситуации, конечно, надо лучше давать мяч не по линии. Максерсон активен был. Вот эти пять минут спутан. Должен предупредить. Или хотя бы... Вы знаете, всегда идут мяч. Это очень приятно. Такое... Настоящее решение для футболиста. Максерсон. 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 Чего греха таить? Бывает... Максерсон. Максерсон. Сам идет вперед. Невин. Келлер правильно сыграл. Он чувствует, что догоняет его соперника. И он подставил корпус. Ну а тому ничего не осталось сделать, как... Толкнуть... Этот корпус. Штрафной. 2.15. Штрафной был. Если сегодня голландцы... Карточка. Максерсон. А нет, арбитр не договоришь. Максерсон. Максерсон. Максерсон.